Наш сегодняшний гость Игорь Силович Стрелков бывший министр обороны Донецкой республики руководитель обороны Славянска позывной в тех событиях 14 года стрелок сегодня руководитель движения Новороссия ну фактически движение Новороссия можно сказать уснула если выражаться таким термином На днях мне попался на глаза ваш категорический прогноз что война между Россией и Украиной неизбежна при любых обстоятельствах Вы действительно так считаете и почему? Да я действительно так считаю что она стала неизбежной она стала скажем так наиболее вероятной начиная с 14 года особенно с осени а где-то после 16 года она стала неизбежной вообще Почему? Что произошло? В 14-й год понятно, что в 16-й год? Дело в том что в 14-15 году Российская Федерация могла без войны путем ограниченной военной операции и полноценного комплексного военно-политического и экономического давления принудить Украину к миру на Донбассе и к миру вообще Этого сделано не было Украина ее западные партнеры Вернее западные партнеры их называют дорогими западными партнерами Вадим Вадимович называл В Киеве у него были просто уважаемые партнеры Они получили время на то чтобы укрепить свою власть Создать боеспособную армию Это вы имеете киевская власть? Да И состояться как инструмент для будущего подрыва остатков России И непосредственно для действий против Российской Федерации Это была единственная задача которую на самом деле ставили перед Майданом 14-го года Западные его вдохновители Ну она в принципе сейчас уже выполнена Украина может существовать только в противостоянии с Российской Федерацией Антироссия? Да, как антироссия, другого смысла у нее не существует А поскольку она до зубов вооружена Уже получила определенные гарантии Устоялась Провела процесс оболванивания населения в значительной степени Не полностью, но в значительной степени Кого можно оболванили, скажем так То вероятно в какое-то обозримое время Обозримом будущем ее бросит Этот инструмент использует, ее бросит в атаку И Российской Федерации придется выбирать Между прекапитуляцией и войной То есть белыми будет играть Украина Эту партию? Изначально с 14-го года Именно с 14-го года Скажем так Окончательно после дебальцевских событий 15-го года Кремль полностью уступил Инициативу Киеву И стоящему за его спиной Вашингтона на украинском управлении Выбрав для себя позицию Пассивной обороны В виде мертворожденных изначально Если посмотрите, я об этом говорю еще в 14-м году Изначально мертворожденных Минских так называемых соглашений Которые никогда не были Выполнены, не будут выполнены И даже в принципе не могут быть выполнены Со стороны Украины и Запада Потому что это им просто не выгодно А Российская Федерация Не смогла навязать им Эти соглашения Или какие-либо другие Более приличные Скажем так Военно-экономическо-политическим путем Но сейчас это тупик в тупике Так примерно Это тот тупик Возникновение, которое я предсказывал С осени 14-го года Да, вот уже тупик Добрались до конца туннеля И не знаю, что делать Понятно Вы за сводками или новостями с Донбасса следите? Вообще-то я каждый день Фактически на своей странице ВКонтакте Публикую дневную сводку по ДНР А у вас есть контакты с теми, кто там находится? Вы звоните, эти люди как-то общаются? Естественно, иначе откуда я эти сводки? Ну, можно это из киберпространства, так сказать А можно из личного общения Я не настолько, как говорится Я считаю себя профессионалом, чтобы мониторить все киберпространство по этой теме Поэтому мне сводки в основном предлагают люди, которые находятся там на территории ДНР Допустим, по Луганской республике у меня таких информаторов нет И я включаю в сводку по ДНР известия с Луганской республики Только вот когда у меня оттуда информация есть А просто из открытых источников я ничего не беру Ну, вы видели, наверное, заявление вчера Министерства обороны Украины Что по данным их главного управления разведки, военной разведки Украины Значит, военный кризис начнется в предстоящую зиму Это заявило Министерство обороны А известный киевский медиаперсонаж, медийный персонаж Арестович Рискнул назвать даже конкретную дату российского удара 25 декабря Значит, почему 25 декабря? Потому что католическое Рождество Запад будет отмечать, ему будет вроде как не до того Тут-то Россия ударит, потому что православное Рождество, оно несколько позже Это вообще бред или вообще что это? Я не могу оценивать это никак с точки зрения достоверности Поскольку тут сразу возникают два предположения Первое, идет обычный трендеж, условно говоря С целью привлечь к себе внимание и к своей персоне С другой стороны, эти люди могут обладать закрытой информацией о планах и намерениях самой Украины Я полагаю, что исходя из всего опыта Из простой обычной логики, из своих знаний Немножко военно-политических реалий и внутриполитических реалий во власти Российской Федерации Что Российская Федерация сама атаковать Украину не будет от слова никогда Даже когда это было чрезвычайно выгодно, когда можно было это дело сделать фактически почти бескровно и с решительными результатами 14-й год? 14-й год, частично 15-й, Российская Федерация этого не сделала Попытавшись свести партию, которую в принципе можно было выиграть двумя-тремя ходами, если к шахтным аналогиям Попытавшись свести ее в ничью, причем с разменом в пользу противника своих наиболее серьезных фигур Я говорю не о физических лицах, а о методах Полный отказ от целого ряда нормальных в общении с враждебным государством методов Он привел к тому, что сначала партию действительно поставили ситуацию ничейную А сейчас привели к патовой для самой Российской Федерации Российской Федерации никакая война, и Кремлю в частности Потому что интересы Кремля и Российской Федерации как государству могут совсем не совпадать Но в данном случае совпадают Им категорически невыгодна любая война с Украиной По одной простой причине, потому что это ударит по их экономическим и личным интересам И ударит немедленно Фактически именно этим сейчас уважаемые западные партнеры Владимира Владимировича его и шантажируют Вот буквально сегодня, по-моему, или вчера озвучено о том, что в случае, если Россия нападет на Украину Нападет в данном случае, берем в кавычки То Северный поток, два, прикажет долго жить Будет уничтожен То есть, с государственной точки зрения, это катастрофа, потому что в поток вложены десятки миллиардов государственных денег С точки зрения Газпрома, который является фактически корпоративной собственностью нашего Это тоже катастрофа Плюс к этому, этим же и не ограничится Естественно, скорее всего за этим последует кампания по арестам счетов и собственности наших властителей на Западе Поэтому любая война невыгодна потому, что в ней все равно будет обвинена Российская Федерация Сто процентов будет обвинена И именно потому, что сейчас, находясь в патовой ситуации, Кремль находится перед дилеммой Оба варианта невыгодны Первое, Украина атакует Российская Федерация вступает в боевые действия, в попытки спасти Донецк и Луганск Которые самостоятельно удержать позиции не смогут даже в течение какого-то серьезного времени Вот война, даже столько, сколько Харабахская война не продлится Там буквально счет пойдет на несколько суток, может максимум неделя-полторы Это максимум А в этом случае тут же Запад говорит Ну вы же сами признаете Что это Украина Что это Украина Вы же сами не признали ни ДНР, ни ЛНР Вы ввели туда войска, значит вы агрессор Ну да, на территории Украины Со всеми соответствующими дальше санкциями И жалкие лепят оправдания Если не вступиться за республики Донбасс Сделать вид, что это внутриукраинское дело То Донецк и Луганск будут взяты буквально через несколько дней И кроме серьезного внутриполитического эффекта на территории Российской Федерации На него, в общем-то, Москва могла бы и наплевать Там пропагандисты расскажут, что это ленивые хохлыни так стали И так далее Кроме этого, проблема-то в том, что сразу вслед за этим последует вопрос о Крыме Ни Украина, ни Запад Крым не признали Признавать не собираются И одержав столь серьезную победу на Донбассе Они немедленно используют те же самые аргументы Которыми сейчас оперируют Уже по вопросу Крыма И тоже заявят, что пока Москва не прекратит агрессию против Украины в Крыму Ну понятно, будет то же самое Будет то же самое, только уже буфера не будет В любом случае, оба варианта для Москвы это нож к горлу Поэтому я вполне верю У меня нет никаких конкретных данных Кроме опять же тех же самых слухов о том, что войска снова сосредотачиваются Я подчеркнул, в этом году Российские войска? Да, в этом году основной кризис, первый основной кризис пришелся на весну, на апрель месяц Когда российские войска действительно массово сосредотачивались Прямо аж из Томска гнали эшелоны с техникой Ракетная бригада с Эскандером из Центрального военного округа выдвигалась к границе Томск это, извините, даже не Центральный военный округ Томск это Забайкалье Ну, при Байкалье Но вопрос в том, что фактически тогда Российская Федерация ожидала удара Украины И он действительно готовился Потом Украина сдала назад на пол шажка И Российская Федерация тут же сдала назад Сейчас, скорее всего, ситуация точно такая же Украина сосредоточила серьезные силы Видимо, подчеркиваю, мне это неизвестно Но, видимо, есть разведданные, что они готовы ударить И Минобороны и главнокомандующие вооруженными силами Российской Федерации Пытаются остановить это наступление путем подтягивания войск границы Чтобы не доводить до греха условно Сегодня только я видел сообщение со ссылкой на разведданные НАТО О том, что под Ельней сосредоточено 1200 бронемашин наших То есть, включая танки, боевые бронемашины Согласитесь, что от Ельни до украинской границы все-таки довольно далеко Ну, Ельня – это Смоленская область Ну, Ельня – это Смоленская область Я прекрасно знаю, где Ельня И я понимаю, что для того, чтобы, условно говоря, Украина атакует Донецк и Луганск Вот немедленно парировать ударом из Ельни не получится Там потребуется двое-трое суток на светочение Нет, ну, я не думаю, что речь идет только о Ельне Вот, а скажите, вот вы, как человек военный, с большим боевым опытом Вы как оцениваете состояние вооруженных сил Украины? Они вообще в силах вести наступательные действия сегодня или нет? Против ДНР и ВНР они абсолютно способны не просто провести наступательные действия А их уничтожить в течение нескольких дней и недели Вы знаете, в каком состоянии их бригады? Например, с точки зрения укомплектованности Я знаю состояние... У них 50% укомплектованности бригады? Я знаю состояние вооруженных сил ДНР и ВНР Знаете? Да Каково оно? Намного более убогое, чем состояние вооруженных сил Украины А линия обороны на Донбассе, насколько я понимаю, это все из опорных пунктов состоит Между которыми можно стадо коров гонять и... Здесь не стадо коров А как? Можно прогонять там танковые колонны местами, потому что... Никто не помещает? Не увидит по одной простой причине, что на некоторых участках между постами расстояние в несколько километров А кроме того, надо понимать, что посты, допустим, взводные опорные пункты, которые там кое-как оборудованы Их обороняют в среднем 4-6 человек каждый То есть это даже не отделение Без всякого боевого хранения, без главной полосы обороны Укомплектованность именно пехотных подразделений в ДНР и ВНР Трудами командования Оно составляет даже не 50, как на Украине, а в районе 30% То есть это бумажное подразделение? Ну нет, они способны держать линию фронта, пока ее никто не атакует То есть пока ее никто не атакует, они способны держать фронт Первое же серьезное украинское наступление, подчеркиваю, даже на 50% укомплектованные украинские бригады У меня тоже приходили данные по их и по технике, что у них не все хорошо и по людям Но их тупо, во-первых, в 5-6 раз больше Не только бригад, но и людей просто тупо больше А против них, извините, вот эта вот узкая цепочка людей, постов Которые обороняются хромыми, косыми, убогими в значительной степени Людьми Которые иначе заработать себе не могут Которые в лучшем случае смогут при подготовке противника героически умереть на передовой позиции И за ними никого нет А я правильно понимаю, что в некоторых местах от передовой, ну если это передовая сейчас, да, до линии российской границы Порядка 30 километров Да, на южном участке В сущности, это за сутки преодолевается расстояние Какие сутки? Ну 30 километров Ну я не знаю, там какие-то бои сутки Ну вот если Подождите, как сейчас Украина будет действовать в случае атаки? У меня это абсолютно как военного человека абсолютно понятно Украина есть два варианта Есть первое, если Украина получает гарантию, что российские войска не вмешиваются Они начинают наступление практически сразу по всему фронту От станицы Луганской на севере До Тельманова До Тельманова на юге у Азовского моря Они на всех участках сильнее армии ДНР и ВНР В разы на всех участках И тогда они, извините, на юге, на районе Тельманов Прорвав вот эту линию фронта Они не на какой-то там сутки Там они за несколько часов дойдут просто на гусеничной технике Дойдут до границы и начнут окапываться вдоль границы под Таганрогом На других участках, допустим, там где более серьезные боевые бригады Там, допустим, под желобком ВНР, где там остатки призрака держат оборону Там им придется туговато, просто там покрепче боевые коллективы И там придется драться В Донецке они могут увязнуть, допустим, в уличных боях на какое-то время Просто не даже не потому, что бригады им окажутся против меня А просто потому, что некоторое количество бывших ополченцев Возьмется за оружие и попытается что-то сделать Но в целом они прорвут фронт практически по всему протяжению Но только в том случае, если им будет гарантировано, что армия российских вооруженных сил не вмешается В противном случае они применят совершенно другую тактику И, скорее всего, ну, по крайней мере, по состоянию на данный момент Они именно ее и применят Если из Вашингтона придет какого-то, 25-го числа или еще какого-то придет команда атаковать Как там, арестович на 25-е? 25-е декабря, да? Ну, вот, может быть, 25-го декабря на католическое Рождество они пошлют свои войска в атаку Может быть, это будет раньше Может быть, это будет позже Может быть, это будет через несколько месяцев Может быть, это будет через год даже Но у Вас есть ощущение, что это вопрос месяцев или недель? У меня есть ощущение, что это возможно в течение ближайших недель Возможно Но весной это было вообще фактически почти решенный вопрос Но откатились назад А решили остановиться, потому что увидели решимость Российской Федерации Сейчас уже эта решимость, видимо, их не останавливает Просто передвижение войск и сейчас уже не останавливает Можно я все-таки автор Сейчас они, скорее всего, будут испытывать реакцию российских вооруженных сил в следующем образом Допустим, есть несколько направлений, где их активность, украинских вооруженных сил, сейчас особенно велика Это, как я уже говорил, юг, район Тельманово Это район Докучаевска, который охвачен украинскими позициями с трех сторон Это район Ясиноватского блокпоста, аэропорта и северо-западных окраин Донецка Это район Логвиново, то есть бывших районов, где Дебальцевское окружение закончилось Это район того же самого Желобка под Луганском В одном или нескольких таких местах, или во всех перечисленных, или даже плюс еще нескольких Они способны создать подавляющее численное преимущество Уничтожить просто артиллерии в короткой, но мощной подготовке вот эти маленькие посты, которые стоят у них на пути Прорваться, допустим, в Донецк, захватить часть Донецка Захватить Докучаев, захватить еще какие-то пункты И начать там окапываться на новых позициях На российско-украинской границе или где? На территории Донбасса контролируем сейчас ДНР, ВНР Ну, я говорю, способны выйти на российскую границу Но они не будут окапывать Нет, я не говорю, вот я говорю, что это они способны, но они могут этого не делать Я просто, ну, как военный человек, я всегда ставлю себя на место противника и думаю, как бы я поступил в данной вот ситуации Вот если я правильно понимаю украинских генералов, то они будут, и украинских политиков, они будут действовать, скорее всего, именно так То есть они, допустим, что бы я сделал на их месте? В нынешних, подчеркиваю, политических реалиях Я бы захватил пару районов в самом Донецке, просто ворвался бы и начал бы там окапываться, не продвигаясь дальше Захватил бы тот же самый Докучаевск, захватил бы там еще Логвиново, Светлодарскую дугу, еще там какие-то пункты Тельманово Но не пошел бы к российской границе, а вот занял и стал бы там окапываться И предложил бы московским партнерам вот замечательную снова выбор Ребята, если вы хотите, вы можете вводить войска и отбивать у нас Донецк, Токучаевск, еще там что-то При этом вы осуществите акт агрессии, потому что ваши войска самостоятельно ДНР, ЛНР отбить эти территории не смогут При том соотношении сил, средств и вооружения, которые имеются и выучки, подчеркиваю Выучка в корпусах ниже плинтуса Она не очень высокая у украинских войск Но опять же там от бригады к бригаде различаются Есть бригады, которые просто предназначены для контроля линии фронта А есть хорошо обученные бригады Украинцев Да, есть, есть И хорошо укомплектованные И хорошо снабженные новейшей техникой Есть у них такие наступательные бригады, условно говоря Вот самостоятельно отбить армии ДНР, ЛНР не сможет Скрыть перемещение российских войск через границу, на которую сейчас нацелено огромное количество беспилотников ОБСЕ, НАТО, спутников Невозможно будет Поэтому, если российские войска не входят Они празднуют победу и начинают планировать новые продвижения А Россия просто утрется? Да А если российские войска входят То Украина вопит на весь мир Смотрите Агрессия Они вторглись на нашу суверенную территорию Они наконец сбросили маску с себя Смотрите, они бомбят наш Донецк Потому что, извините, без боя они оттуда не уйдут Смотрите, они долбят Смотрите, еще снимут потери среди населения неизбежные Еще специальное население не будут выпускать Чтобы по ним долбила российская артиллерия и авиация И тут включается санкционный пресс При этом они почти ничего не теряют Почему? Потому что если российские войска заходят Если они даже отбивают, восстанавливают линии фронта В том положении, с которого они начнут наступление Это ничего Москве не дают Вообще Плюсов никаких Это максимум восстановления того, что было А минусы СП-2 сразу уходит в минус И так далее Масса новых санкций Прочее, 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 прочее Причем, скорее всего, не только в пределах Донбасса У нас же еще Сирия есть замечательная У нас сейчас Закавказье такое шикарное У нас сейчас белорусско-польская граница У нас сейчас талибы поджимают с юга Игорь Савельевич, это вы себя поставили на место украинских генералов А если поставить себя на место российских генералов Что они будут делать? Российские генералы Южный военный округ, примерно Российские генералы Так же, как украинские Это зависит от политического руководства Да, это понятно И если так же украинские генералы тоже не горят, я так понимаю Желанием воевать с Российской армией Потому что политики будут решать свои проблемы А побить-то могут и их Я другое хотел сказать Я хотел сказать, возможно ли появление пресловутых отпускников В рядах народной милиции Или это просто не успеют Я хочу сказать следующее Если сейчас Украина пойдет в наступление И московские политики пытаются отделаться какими-нибудь отпускниками То это будет все равно Донецк и Луганск будут сданы и достаточно быстро Просто, то есть, не успеют? Просто, во-первых, то есть, не успеют Во-вторых, украинская армия Это не то, что было в 2014-2015 году Она стала в разы сильнее В разы обученнее Что, кстати, подчеркивают те люди, которые сейчас находятся на фронте И мотивированные? У них есть и сейчас и мотивированные На решающих участках будут наступать мотивированные подразделения Их достаточно Для того, чтобы раздавить ДНР и ВНР И нанести тяжелые потери Каким-либо замаскированным под отпускников Частям подразделения вооруженных сил РФ хватит А я правильно понимаю, что в 2014 году Значительную роль, скажем, в том, как события тогда закончились На том этапе сыграли люди вроде вас То есть добровольцы, которые приехали на Донбасс Сейчас обстановка коренным образом изменилась Сейчас никакие добровольцы просто рюкзак собрать не успеют В значительной степени, да Можно сказать, упрощая, можно сказать, да Именно так И вот это, возможно, так сказать, самое печальное Наши позиции не улучшились Наши силы, наши позиции ухудшились за 7 лет Позиции и силы противника возросли кратно Многократно Так, а тогда Каково настроение вот просто людей на Донбассе? На Донбассе сегодня это 3 миллиона человек Они с распостертыми объятиями Равнодушно, запуганно Или как они будут встречать украинских особо? Скажем так Для части населения уже Чума на оба ваших дома Это основное настроение Для части населения Это та часть населения, которая, в общем-то, не участвовала активно ни с той, ни с другой стороны Хотя в 2014-м подавляющая часть людей поддерживала Воссоединение, подчеркиваю, с Российской Федерацией Подавляющая часть Были надежды после Крыма Да Вот значительная часть этих людей Сейчас испытывает огромное разочарование И часть из них считает Что лишь бы лучше ужасный конец Чем ужас без конца Вот вы знаете... Есть, конечно, количество Значительное количество людей Которые готовы драться И пытаться защищаться И все еще испытывают определенные надежды По отношению к Москве Но эта надежда уже с горечью В отличие от 2014-го года Слишком большому количеству людей Сейчас уже просто морально выгорели И активно сопротивляться не готовы Готовы будут сбежать в Россию Игорь Василович, вот в связи с настроением Донбассов Вот лично у меня Вот для меня неясен вопрос Значит, население Донбасса 3 миллиона человек Ну приблизительно Ну приблизительно Ну плюс-минус 600 тысяч из них получили паспорта России То есть Несколько меньше Несколько, даже меньше Ну по ДНР 470 Ну стало быть Ну может быть да Ну стало быть 1 пятая 1 пятая Допустим Каждый пятый, не более, да? Вот оставшиеся 4 Они ждут Украину Почему они не хотят брать паспорта России? Получение российского гражданства Сопряжено с бытовыми трудностями Иногда с финансовыми затратами Это недавно только фактически Обязали всех чиновников и военных Получать российские паспорта Недавно только произошло А простых жителей это не касается Неспособностью самих органов российских Обеспечить паспортизацию поголовную То есть не к людям пришли С предложением получать паспорт А им предложили там с большими трудами Ездить, таскаться в свое личное время В Ростов куда-нибудь С трудностями в Ростов Да, собирать То есть это проблема Постепенно она как-то решается Очень постепенно Становится легче, легче, легче Но когда вначале желающих было много А потом махнули рукой многие Что мы будем еще там Так а может быть вот то, что вы сказали Чумана на оба ваших дома Может быть это вот следствие вот этого? И это тоже есть Опять же Некоторая часть людей Которые не участвовали В сопротивлении украинским военным Которые не хотят уезжать В Российскую Федерацию Потому что у них есть собственность У них есть квартиры, дома Участки земли Которые в принципе от Украины Они ее не очень любят Но они по крайней мере Не ждут репрессий конкретно против себя Кстати напрасно я считаю Потому что репрессии будут против всех Если Украина захватит Донбасс Они уж отыграются на всех просто Но часть населения Не хочет попасть Когда у них найдут российские паспорта Если Украина все это захватит Получить вот эти репрессии Я правильно понимаю Если человек Они не уверены больше в Российской Федерации В ее защите Не уверены Вот в этом проблема Если Украина захватит Донбасс Они там устроят Холосальнейшую зачистку В том числе Чтобы просто выдавить население За пределы Донбасса В Российскую Федерацию Достигая этим сразу двух Убивая двух зайцев Первый зайц Это они избавляются от невояльного населения Хотя бы потенциально невояльного У себя И второе Это они несколько сот тысяч Или в перспективе даже Один-два миллиона человек Выдавливают в Российскую Федерацию Где эти обездоленные нищие люди Будут проклинать все И ненавидеть Путина и российскую власть Ну да Потому что мы их не сможем обеспечить Ну я кстати не ответил на ваш вопрос О действиях генералов То есть я поставил чтобы Российских Да российских По указанию политического руководства Во-первых Все генералы Самостоятельно действовать не будет никто В этом я уверен сто процентов Если еще в нулевых годах После Чеченской войны и так далее Какие-то там действия Могли быть просто Ну на основании ранее принятых планов То сейчас все После Сердюкова После Шойгу Которые на самом деле Не сильно лучше Сердюкова Если не хуже В некоторых параметрах Ни один генерал Нынешний Нынешнего разлива Не станет делать что-либо Самостоятельно от слова вообще Все будут ждать конкретного приказа А приказа не будет А приказ будет или не будет Мы не знаем Я не знаю Будет этот приказ или не будет Но если приказа не будет Не делать будут Не будут делать ничего Поэтому на генералов Пенять будет абсолютно бесполезно И бессмысленно Все вопросы надо будет задавать Кремлю А не генералам Так вот Если исходить из того Что ждут сейчас самые генералы Мы можем видеть Вчерашние заявления Очередные Владимира Владимировича Где опять Он выступил в роли Ката Леопольда Ребята давайте жить дружно Ну что же вы нас так обижаете Почему вы не хотите выполнять Эти замечательные минские соглашения Которым опять нет альтернативы Вот знаете как в старом анекдоте Про курсанта военного училища Который с обезьяной бежит По пустыне Увидели пальму Первая подбежала обезьяна Трясет, 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 трясет Кокос не падает Глаз выше Думай обезьяна, думай Обезьяна подумала Нашла камень, кинула, сбила кокос Напилась, побежала дальше Курсант подбегает, трясет, трясет Орех не падает Голос слышит Думай, курсант думай А что думать Тряси надо Вот мы вот 8 лет трясем Вот эти минские соглашения Хотя изначально понимают Что изначально абсолютно дохлый номер Не получается Не падает орех Нет, надо трясти О том, чтобы сделать что-то другое Ну вот Вот по-прежнему Вот вчера опять Минскому идиотизму Наколенному Альтернативы нет Это сказал наш верховный Главнокомандующий Или президент Или лицо Почти идентичное Натуральному Я в них не очень разбираюсь Но это сказано Как должен Дерегировать на это военный Вот благодаря этому Вместо двух корпусов Народной милиции Боеспособных армейских корпусов У нас Вот эта вот Цепочка постов С очень сомнительной Боеспособности гарнизонами Потому что их не готовили К войне эти корпуса К неизбежной Подчеркиваю В моих глазах Войне Их готовили к тому Что в один прекрасный момент Золотая рыбка пожелает Случится чудо Старик Хаттабыч прилетит Выдернет волосок из бороды И вдруг Минские соглашения Раз Волшебным образом реализованы И тогда эти корпуса Надо разогнать Разоружить А чтобы их разогнать И разоружить Надо чтобы они были Такие как они сейчас Чтобы все послушно Положили оружие И с облегчением Признали себя Снова отдельными районами Донецкой и Луганской областей Украины Как записано Минских соглашений Вот для этого создавали А пока это Не случилось Этого чуда Они должны Что-то из себя изображать Вот держать Вот эту линию фронта Пока противник не наступает Вот результат Этой Минских соглашений В военном плане В чисто военном плане И изменить эту ситуацию Сейчас практически невозможно Даже при всем желании По одной простой причине Потому что Те люди Которые годами ждали Готовы были сражаться Рано или поздно Плюнули Бросили оружие Кому было куда И разъехались Вот половина из них Работает в Сибири Там в Тюмени Там еще где-то Много в Москве Я встречаю Бывших ополченцев Которые по два По три года Воевали В окопах сидели Все ждали Когда же Плюнули Уехали Бросили Не верят Не возвращаются Не говоря Что там куда возвращаться Хороших решений Нет Нету Все Есть только Более или менее Необходимые Или Капитуляция Или война Я всегда считал Что если Война Ничего Не решила То есть Капитуляция Ничего не даст Кроме Отложит войну На какое-то время И сделает ее Еще более тяжелой Если Москва Кремль сдаст Донецк и Луганск То Ее Так будут Вытирать ноги Там даже Никто не будет Спрашивать Хотят Крым Или не хотят Отдавать Будут Додавливать До конца Поэтому Война Неизбежна А чтобы Если война Неизбежна В ней надо Побеждать А чтобы Победить В этой войне Недостаточно Будет Восстановить Линию фронта Причем Большой кровью Уже придется Восстанавливать Линию фронта И Кровью Не только Корпусов Народной милиции Ее даже Восстановить Линию фронта Без российских Сил Если Украина Начнет наступление Невозможно Так вот Восстановив Линию фронта И оставшись На прежних позициях Кремль Опять ничего Не выигрывает А только теряет Он только Отодвигает Опять же Момент Капитуляции Или война Просто откладывает Это в ящик В резко Ухудшившихся условиях Поэтому На месте Нашего Военно-политического Руководства Я бы Начал возрождать Проект Новоруссия Дождался бы Наступления Украинских войск Ран или поздно Начнется Ударил бы Разгромил их И гнал бы их До Одессы Включительно До Приднестровья Заодно Решил бы Эту проблему Оторвав Установив фронт Включительно От Харькова До Раздельной И Тирасполя Разгромив Полностью Украинские Вооруженные силы Лишив Украину Половины Населения Все энергетики Двух третей Промышленности И выходов К морю Я бы Поставил им Ультиматум Или миритесь Или до свидания Кстати говоря Вот вы говорили О том Что народная велиция Там Редкая цепь постов Кто сейчас В окопах Народной милиции Есть те Кто был рядом С вами В четырнадцатом году Есть Или это совсем другие Есть Некоторое количество Есть Причем Это самые несчастные Люди В основном По одной простой причине Это те Кому некуда деваться Вообще Вот Для них нет работы В тылу Нет Хуже того Я просто хочу сказать Что они больше всего Отдали Из всех Потому что В том же самом Славянске Были Сотни людей Фактически Которые Прибыли В Славянск В надежде Что это будет Отправная точка Для освобождения Даже не только Всей Новороссии А всей Украины Были люди Из тогдашнего Днепропетровска Нынешнего Днепра Были из Одессы Были десятки людей С Кривого Рога Были десятки людей С Харькова Вернуться назад Домой Они не могут То есть Это не Донецкий Это Нет Больше того Им Им Хуже всего С получением Паспортов ДНР И Российскими Постоянные Им все время Им долгое время Не давали Даже гражданство ДНР Потому что Согласно тамошней Так называемой Конституции Они Ну и что Что вы нас защищали Вы же здесь не жили Ну да Вы из Одессы Кто вы такие Вас здесь не ждут У вас нет формальных бумажек Мы не можем вам дать Паспорт ДНР Потому что у вас нет справки Или там паспорт украинский Вы сдуру порвали И он у вас сгорел Пока вы валялись Без ноги в госпитале Ну не можем мы вам дать Паспорт ДНР Таких случаев десятки И Они не решались Они сейчас Потихонечку пытаются решать Вот когда приперло Петух жареный клюнул А так нет Не решались эти мои вопросы Годами Не решались Вот такое количество Некоторое количество людей Которым вообще некуда податься Есть в окопах Но они же являются Самым ценным элементом Самым крепким костяком Подразделения Эти будут драться Пока их не убьют А остальные зарубличания Есть 15 тысячники Их называют Кто за 15 тысяч рублей Да Это наименее ценный элемент Это люди которые Условно говоря Которые не нужны Ни в Тюмени Ни в Москве Ни там У них нет Нормальных профессионалов У многих проблемы С законом Были У многих проблемы С алкоголем И не только С алкоголем Вот Не многие люди Согласны были За 15 тысяч Зарабатывать До такой степени Чтобы пойти Служить Не говоря о том Что огромное количество Мертвых душ Зарплату За которых получают Вообще Нет физических людей Но их зарплату Аккуратно Получают командир Такая же проблема Как в украинской армии Только Еще Сильнее Вот Есть некоторое количество Российских добровольцев До сих пор Но они Как правило Долго не задерживаются Потому что У них там же Регулярная армия А как думаете Сколько сейчас добровольцев Если так Ну Хотя бы В процентах Сколько их там 10 процентов 15 Я не знаю Это зависит от подразделений Дело в том Что допустим В том же призраке Которым я говорил Там добровольцев Относительно много Потому что Там вот этот Желобок Это Такая выступающая часть Фронта Там остались Военные традиции Еще со времен Мозгового Со времен Погибшего Доброго Остались военные традиции И там Украинцы Лезли постоянно И там Какие-то боевые действия Постоянно шли Независимо Ни от чего Там приходилось Стрелять Просто Чтобы не сдать Эти позиции Там добровольцев Относительно много Есть подразделения И добровольцев Практически Вообще нет Есть подразделения Даже где Части Где добровольцев Россиян Не любят Просто Не любят Потому что О приперлись Чего вы сюда приехали Вот здесь у нас В Украину Вообще До такой степени Тоже Это зависит От командиров А Сейчас Мне пишут Что есть Молодежь пошла 18-летняя В корпуса Из России Нет Оттуда До Донбасса Ну как правило Это дети Раненых Искалеченных Погибших Ополченцев И так далее Ну не только Но тоже Помните Как у Высоцкого Мы не успели Оглянуться А сыновья уходят в бой Извините 7 лет прошло Тем кому было Тогда 10 Им сейчас 17 18 Кстати С той стороны Такая же Картина Именно за счет этого Они пополняют Свои боевые подразделения Вы вооружились В Украине Конечно Конечно Там тоже Появились Побраты Которые мстят Там Родственники Раненых Искалеченных Которые В общем-то Советскую Союз Они уже не помнят Вообще Не жили при нем Про Россию Они слышали Только плохое С утра до вечера Начиная со школы И кончая А там Кто-то Из родственников Погиб Убит Проклятыми Маскалями Чем не повод Отправиться Отомстить Проклятым Маскалям Поэтому Нынешние корпуса Чтобы их Привести В порядок Требуется Огромный Комплекс Мер Причем Далеко Выходящих За рамки Собственно Самих Корпусов Но есть Ощущение Что с ними Уже Опоздали Потому что Быстро Это не сделаешь У нас Вертикаль Власть И там Тоже Вертикаль Власти Та же Самая Ее Подножие Фактическое Недавнее Включение Путина К Донбассу В экономику России Это шаг К войне Или к миру Это шаг Предельно Запоздалый Который Надо было Делать Семь лет Назад Причем Даже Сейчас Он Половинчатый Половинчатый Сейчас Надо Какой сейчас Поза 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 Вчера Надо было Полностью Интегрировать ДНР И НР И признавать Их Единственным Сильным Ходом Со стороны Москвы Кроме За исключением Чисто военных Это было Признание ДНР И НР И ввод На их территорию Войск Для их защиты Прямой По типу Как в Абхазии В Южной Осетии Ну да В Абхазии Мы можем же Абхаз А Донбасс Мы не можем Защищать Там же русские Живут На Донбассе Ни Осетины Ни Абхазы Русские Русских Мы нигде Не можем Защищать Вот то что Вот еще Делает Путина Даже не полумеры Сейчас Это запоздавшие Какие-то меры Которые тогда Еще в 14 Могли быть А сейчас Это вот знаете Как вот Пожар уже горит Вот стакан воды Наконец-то Поднесли Первый Хотя в определенном смысле Это как бы шаг вперед Шаг вперед Только это Только поздно И очень маленький Очень мало И очень поздно Да Можно конечно Приветствовать Говорить лучше Нет Лучше Хоть что-то Чем По крайней мере Я как я это оцениваю Почему я это оцениваю Хоть относительно положительно Я оцениваю это потому Что это свидетельствует о том Что Москва Не готова бросить Республики Донецк и Луганск Не готова Она бросить То есть какой-то шаг Поддержки То есть Если бы Условно говоря В Кремле приняли решение Сдать Сделать вид Закрыть глаза На На Донбасс То есть На зачистку Украины Донбасса Тогда бы этого Не стали бы делать А так Хоть в какой-то Пример того Что не готовы Пока сдать Вот в этом плане Это положительно А в плане Практической реализации Ну а вы-то что думали Как на Украину Уголь шел Ну понятно Шел сначала В России По серым схемам На этом Зарабатывали Условно говоря Куча посредников Бабки делали Отстегивали чиновникам И на Украине И в России И от этого страдали Только шахтеры Которые получали Условно говоря Совсем копейки За свою тяжелую работу Сейчас может быть Они будут получать больше Может быть Подчеркиваю Потому что никуда Вот эти Те же самые люди Которые на этом Имели миллионы Они никуда не делись Они на своих местах И они постараются Дальше получать Эти же самые миллионы И как можно меньше Отдавать тем людям Которые реально работают Да Про уголь Меня сегодня потрясла Информация О том что Завтра или послезавтра В Одессу придет Сухогруз С российским углем Который идет Из услуги То есть В Балтике Вокруг Европы Он приходит В Одессу Значит на поездах Мы не везем туда Уголь А вот из услуги Можно И все равно Российский уголь Просто поразительно Все что происходит На территории Украины Это полностью подтверждает Мой тезис Что у нас идет Гражданская война Которая не окончится До момента Пока Украина По крайней мере Большая часть Не воссоединится с Россией Новороссия должна быть Первым шагом И должна была В 2014 году Должна была Быть первым шагом Такого воссоединения Тогда оно могло пройти Почти волшебно легко Но тогда же Это привело бы К потере Достатка Скажем так Сверхдостатка Тогда бы были Санкции из Ада Как нам обещали Санкции все равно будут Ну это понятно Они будут в любом случае Даже если пойдет Сценарию Который вы описали Обязательно Потому что Сдав Донбасс Следующие Нас просто начнут Вытирать ноги С требованием Сдать Крым И даже на Крыму Не кончится Теперь уже Не кончится вообще И в этой войне Надо или побеждать Или капитулировать В эту войну Вообще нельзя было Влезать Без решительных Целей И я подчеркиваю Нельзя отделять Донбасс От Крыма Действия начались В Крыму Поддержав Крым Воссоединив его Начали фактически Эту войну Ее Начали Извините Недобровольцы Это был Решительный шаг Это был Необратимый шаг Вы имеете ввиду Недобровольцы Начали А начал кто На Донбассе? Нет Я имею ввиду Крым А в Крыму Ну понятно Началось с Крыма Специальных операций Понятно Началось с Крыма Или нельзя было Вообще лезть И сразу сдаться Задрав лапки И зафиксировать Как говорится Потерю всей Украины Или надо было Идти до конца Сначала до Одессы Условно говоря А потом с прицелом На Киев И причем Эта задача Она никак Не изменилась За 7 лет Ситуация ухудшилась А задача осталась Та же Закончить Гражданскую войну Которую Начали на Майдане На Майдане Подчеркиваю Ее можно только Полностью Ликвидировав Результаты Майдана Полностью Устранив От власти Людей Которых Привел к власти Этот Майдан Способны на это В Кремле Очень сомневаюсь Очень сомневаюсь Скажите А вот Установление Бесполетной зоны Над Донбассом Это могло бы Остановить войну Нет Потому что Украина Не обязательно Применять Даже Авиацию Для того Чтобы раздувить Корпуса Народной милиции Их можно Они даже Без Байрактаров Смогут Раздавить Их очень легко Во-первых Как что значит Бесполетная зона Просто гусеница Артиллерия Гусеница Но я говорю Да Но я думаю Что те же самые Разведывательные Беспилотники Малые Проконтролировать Запуск невозможно А их у Украины Очень много Очень много Даже И те же самые Байрактары Ну бесполетная зона Ну хорошо установил Пойди перехвати Легкие ударные Беспилотники Которым является Байрактар Его очень сложно Перехватить А особенно Если у противника Есть ПВО А Украина Теперь ПВО есть И теперь Беспилотная зона Над Донбассом Она обернется Скорее против Российских вооруженных сил Против Воздушно-космических сил Если они будут Применены Но ее и технически Трудно установить Потому что Тогда Очень неглубокая Очень небольшая Потом Подчеркиваю Речь идет О территории Украины Кремль Ни разу Начиная с 14-го года Не заикнулся О том Что он не признает Эту территорию Украины Начинать надо С этого Признать ДНР И ЛНР И тогда Откроется Очень большое Окно возможностей Дальнейших И дипломатических И военных И всяких прочих Пока Этого не сделано Условно говоря Даже не просто связали Сковали себе руки За спиной И ничего Невозможно сделать Можно только Страшные рожи корчить Как это периодически И то бояться Вот что касается Бесполетной зоны Нет Только Сейчас предотвратить войну В перспективе Может только Прямая защита Прямой ввод войск Российской Федерации На территорию Украины И полностью Игра по другим правилам Да Это вызовет Большой вой Да Это будет Необратимое Опять же решение Но извините Необратимое решение Было принято В 2014 году Я так вижу И я абсолютно Уверен В том Что Вот еще раз подчеркиваю У меня 7 лет Мне рассказывали Что я там Ничего не понимаю Хитрого плана Что я ничего не разбираюсь В политике Что я говорю Какой-то бред Что я там Ну вот Где Их планы За 7 лет Где реализованы Минские соглашения Нет Где новый Майдан Где замерзшая Украина Нет Я думаю Все до одного Участники Этого Минского процесса Понимали Что это реализовать Невозможно Это в данном случае Я так понимаю Что Кремлю Это нужно было Для того Чтобы поставить Так сказать В определенную позу Украину То есть Она и выполнить не может И подпись поставила И вот как бы И что ей делать В результате В результате Еще раз В шахматной партии Когда даже Гроссмейстер Пытается Всеми силами Не выиграть У начинающего Игрока Рано или поздно Уже Гроссмейстеру Надо думать Как избежать мата Вот то Что мы имеем сейчас Цейтнот И Цукцванка Отсутствие Хороших ходов Полное У Кремля В то время Как Марионеточная Украина Вот она Владеет инициативой Это блестящий Военно-дипломатический результат Просто блестящий В заключение Я хочу напомнить Нашим читателям И слушателям Что гостем Нашей сегодня Студии Был Игорь Силович Гиркин Он же Стрелков Бывший министр Обороны Донецкой Республики Вот Его точка зрения На перспективы Развития событий В Донбассе И на Украине Вот таковы Печальны Но Какие есть Редактор субтитров А.Семкин